Стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам продлены до 15 сентября. Сегодня на брифинге два профильных министерства Минтруд и Минздрав Чувашии сообщили, что в регионе они выплачиваются без задержек. Дополнительная материальная поддержка распространяется на всех медиков региона, имеющих хоть какой-то контакт с COVID-19. Среди них как сотрудники скорой помощи, так и специалисты других учреждений. Участковые терапевты, которые контактируют именно с больными или подозреваемые на заболевание COVID-19, берут мазки, например, выезжают на дом, ведут амбулаторное лечение. Сейчас вы знаете, что у нас на даму лечения также проводится COVID-19 и ведут они наблюдение именно за больными. За прошедшие четыре месяца медикам в республике выплачено 365 миллионов рублей. Аналогичные выплаты получают и работники социальных организаций. Многие перешли на вахтовый метод работы. По две недели без контакта с внешним миром, потом две недели карантин. По итогам пяти прошедших смен стимулирующие выплаты произвели на общую сумму около 55 миллионов рублей. Эти надбавки не будут облагаться налогом. Также в период пандемии дополнительная поддержка оказывается и социально уязвимым категориям населения. Например, гражданин или оба родителя потеряли работу в период пандемии и призваны в установленном порядке безработными. Они могут обратиться при постановке на учет в качестве безработного, они могут обратиться за меры социальной поддержки на основании социального контракта. Такие меры поддержки будут касаться субсидий, предоставление субсидий на ЖКУ, выплаты на детей от 3 до 7 лет, выплаты на первого ребенка, выплаты на третьего ребенка, предоставление бесплатных социальных услуг. Больничные листы в период пандемии работающим гражданам оплачиваются не ниже минимального размера оплаты труда, а это 12 130 рублей. А все имевшиеся ранее социальные пособия и льготы до 1 октября продлеваются автоматически. Александр Соловьев, Андрей Шоклев, Республика.